Приветствую всех любителей старины! Вы на канале в поисках золота и кладов и это очередной обзор самых дорогих лотов проданных на сайте Виолити. Открывают сегодняшнюю десятку 10 рублей 1910 года. Монета эта была от Чеканина при правлении из российского императора Николая II. Она считается достаточно редкой и в каталоге монет Российской империи имеет примечание в виде латинской R. Причина – тираж. Из года в год таких червонцев чеканили десятки миллионов штук, а в 1910 году их выпустили только 100 тысяч. 10 рублей от Чеканины из золота 900-й пробы весят 8,6 грамма и находятся в отличном коллекционном состоянии. 10 рублей 1910 года купили за 67 тысяч гривен или 2480 долларов. 9 место за Ауреусом Этрусциллы Анне Купрецене Герене Этрусцилла супруга римского императора Трояна Деция. После смерти мужа и старшего сына она вместе с младшим сыном Гастерианом стала править Римом. Правление оказалось недолгим. В 251 году Гастериан умер от чумы, которая охватила в те времена Римскую империю, а Этрусцилла канула в безвестность. Ауреус, представленный на торгах, изготовлен из высокопробного золота, весит около 4,5 грамма и находится в отличном состоянии. Ауреус Этрусциллы купили за 70 тысяч гривен или 2593 доллара. Восьмая строчка за старинными часами. Часам этим более 100 лет. Они были изготовлены во Франции в конце 19-го столетия для торгового дома братьев Эпнер, поставщиков Кайзеровского двора. Часы в дорогом и богатом исполнении. Высота их 40 сантиметров. Ход и бой в полной исправности, состояние отличное. Старинные часы купили за 70 тысяч гривен или 2593 доллара. На седьмой позиции расположилась старинная икона. Сюжет иконы – неопалимая купина. Иконографический тип Божьей Матери в православии. Изначально неопалимая купина изображалась в виде горящего куста, заключенным в ней образом Аранты и пророком Моисея. Позднее, в 16-м веке, сложился довольно сложный образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божьей Матери и Младенца Христа. Размер иконы, представленной на Виолите, 17 на 22 сантиметра. Оклад изготовлен из серебра 84-й пробы и весит в районе 200 грамм. Старинную икону купили за 90 тысяч гривен или 3333 доллара. Шестое место заняли запчасти старинной сабли. Корабелла – тип сабли, имевший широкое распространение среди польской и литовской шляхты в 17-18 веках. Основным отличием Корабеллы является рукоять в форме орлиной головы. Эфес характеризовался обычной сабельной крестовиной с шаровидными утолщениями на концах. Клинки Корабелл были чаще всего импортными, как правило, турецкими или иранскими, и запчасти именно от такой сабли были представлены на Виолите. Лот состоит из частей ножен, цепей и гарды. Все это изготовлено из серебра, общий вес около 450 грамм. Запчасти от Корабеллы были куплены за 100 тысяч гривен или 3703 доллара. Пятая строчка за шестаком 1595 года. Монета эта была чеканина во времена правления короля польского и великого князя литовского Сигизмунда Третьего Вазы. Она вышла из-под станка монетного двора города Вскова и считается чрезвычайно редкой. В каталоге монет великого княжества литовского шестак имеет примечание R7, а это значит, что известно лишь несколько подобных монет. Он изготовлен из серебра и весит около 5 грамм. Я даже представить себе не могу, насколько бы потянула эта монета, будь она не в таком состоянии. Шестак 1595 года купили за 100 с половиной тысяч гривен или 3722 доллара. На четвертой позиции расположился старинный подстаканник. К предмету этому более 100 лет. Он изготовлен из серебра 84-й пробы мастером с инициалами ПА, пробирован мастером с инициалами ИЛ. Подстаканник, как по мне, выполнен в виде головы Льва Николаевича Толстого. Ну а так ли это? Можете написать в комментариях. Старинный подстаканник купили за 114 тысяч 62 гривны или 4 225 долларов. Лорды, сэры, перы. Знайте чувства меры. Избегайте пьянства. Вы как западни. Ждет нас путь неблизкий. И чем крепче виски, тем, короче, сэры. Будут наши дни. Так, скорее всего, посчитал и продавец этого лота, который в 2007 году приобрел всего лишь 50-граммовую бутылочку Ровенской водки. Продал он ее спустя 14 лет за 2800 гривен или 103 доллара. Многие кладоискатели, выезжая на поиски старинных монет и древних артефактов, пользуются советскими саперными лопатками. Легкость и компактность этих лопат нравится многим. Не знаю, будут ли пользоваться этим лотом по назначению, но купили саперку 1916 года за 3500 гривен или 130 долларов. В наше время радио можно услышать где и когда угодно. А вот лет 100 назад это можно было сделать только из репродуктора в специально отведенном месте. Абонентский громкоговоритель Пролетарий с 1925 года выпускали Нижегородский и Харьковский заводы. Он был одним из первых массовых серийных абонентских репродукторов для организации проводного сетевого радиовещания в СССР. Нерабочий Пролетарий купили за 4500 гривен или 167 долларов. Открывает сегодняшнюю тройку призеров древний меч. Артефакту этому более 2000 лет. Датируется он с середины первого тысячелетия до нашей эры и относится к гальштадтской культуре. Археологической культуре Железного века, которая развивалась в Центральной Европе и на Балканах. Основными носителями гальштадтской культуры были кельты, иллирийцы и фракийцы. На территории Украины гальштадтская культура встречается на западе страны. Меч изготовлен из бронзы, длина его более 60 сантиметров, состояние, учитывая возраст, неплохое. Древний меч купили за 160 тысяч гривен или 5 925 долларов. Почетное второе место за дукатом 1699 года. Монета эта была отчеканена во времена правления короля Чехии и Венгрии, императора Священной Римской империи Леопольда I. Она вышла из-под станка монетного двора Трансильвании и считается достаточно редкой. Дукат изготовлен из практически чистого золота 986 пробы, весит около 3,5 грамм и находится в отличном состоянии. Дукат Леопольда I купили за 170 тысяч гривен или 6296 долларов. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе на сайте Виолити стал дукат 1593 года. Монета эта была отчеканена во времена правления короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III вазы. Она вышла из-под станка монетного двора города Гданьска и считается довольно редкой. В каталоге монет великого княжества литовского дукат имеет примечание R6, а это значит, что известно не более пары десятков подобных монет. Он изготовлен из золота, весит около 3,5 грамм и находится в хорошем состоянии. Дукат Сигизмунда базы купили за 351 500 гривен или 13 019 долларов. Друзья, ссылки на лоты, представленные в обзоре, вы найдете в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делайте репост и оставляйте комментарий. Встретимся через неделю.